Сумма трех чисел, образующая арифметическую прогрессию, равна 2, а сумма квадратов этих же чисел равна 14 девятых. Найти эти числа. Для начала запишем наши условия. Сумма трех чисел, то есть А1 плюс А2 плюс А3 равно 2. Сумма квадратов этих чисел, А1 в квадрате плюс А2 квадрат плюс А3 квадрат будет равняться 14 девятых. Тем самым мы получили систему А1, А2 и А3 это арифметическая прогрессия. Найти эти числа. А1 неизвестно, А2 неизвестно и А3 неизвестно. Напишем формулу n-ого члена арифметической прогрессии. Аn равняется первого члена арифметической прогрессии плюс разность d умноженная на номер минус 1. Эту формулу необходимо знать. Воспользуемся формулой n-ого члена арифметической прогрессии. Пропишем А2 и А3. Тогда а второе будет равняться а первое плюс d умножить на скобку номер это 2 минус 1. Преобразовав получаем а первое плюс d. Третий член а третье будет равняться а первое плюс d на скобку номер минус 1. Или а первое плюс 2d. Мы сделали это для того, чтобы уменьшить число неизвестных в нашей системе. Заменим А2 и А3 в стартовой системе. Заменив получаем А1 плюс А2. Это А1 плюс d. Плюс А3. Это А1 плюс 2d. Все это равняется 2. Во втором случае мы получаем А1 квадрат плюс А2. Это А1 плюс d. И это в квадрате. Плюс А3 квадрат. А1 плюс 2d. Все это в квадрате. Равняется 14 девятых. И все это система. Для начала преобразуем первое выражение. Тогда у нас получается 3а первое плюс 3d. Все это равняется 2. Разделим полученное выражение на 3. Тогда у нас получается А1 плюс d. Все это равняется 2 третьих. Выразим отсюда А1. Тогда А1 будет равняться 2 третьих минус d. Теперь подставим А1 во второе выражение нашей системы. Подставим мы получаем. Вместо А1 квадрат мы пишем 2 третьих минус d. Все это в квадрат. Плюс А1 плюс d. Это 2 третьих минус d плюс d. Все это квадрат. Плюс следующая скобка. Вместо А1 мы пишем 2 третьих минус d. И плюс 2d. Все это квадрат и равняется 14 девятых. Преобразуем полученное выражение. Мы видим, что во второй скобке d у нас взаимуничтожается. Перепишем полученное выражение. Получается 2 третьих минус d. Все это в квадрате. Плюс 2 третьих. Это квадрат. Плюс последняя скобка. В последней скобке мы приведем подобные члены. Получается 2 третьих плюс d. Все это квадрат и равняется 14 девятых. Теперь раскроем скобки. Раскрыв мы получаем 4 девятых минус удвоенное произведение. Это 4d знаменатель 3 плюс квадрат второго. Это d квадрат. Следующие скобки раскрыв получаем 4 девятых. И раскрывая последние скобки мы получаем 4 девятых плюс удвоенное произведение. Это 4d знаменатель 3 плюс квадрат второго. Это d квадрат. Все это равняется 14 девятых. Заметим, что минус 4d на 3 и плюс 4d на 3 взаимоотничтожаются. Приведем подобные члены, начиная со старших. Тогда у нас получается 2d квадрат плюс 4 девятых, плюс 4 девятых и плюс 4 девятых. Это будет 12 девятых. 14 девятых мы перенесем через знак равенства. Получается минус 14 девятых. Все это равняется нулю. Еще раз приведем подобные члены. Тогда у нас получается 2d квадрат минус 2 девятых. Все это равняется нулю. Заметим, что каждая слагаемая кратна 2. Разделим полученные выражения на 2. И тогда у нас получается d квадрат минус 1 девятая. Все это равняется нулю. Теперь полученные выражения мы можем разложить по формуле. Разница квадратов. Получается d минус 1 третья умноженный на скобку. d плюс 1 третья. Все это равняется нулю. Тем самым мы получили произведение равно нулю. Произведение равно нулю, когда один из умножителей равен нулю. Тогда у нас получается d минус 1 третья. Это первый умножитель. Он равен нулю. Или d плюс 1 третья. И это равняется нулю. Выразим оттуда d. Тогда в первом случае d равно 1 третья. Во втором случае d равняется минус 1 третья. Рассмотрим два этих случая поочередно. Для начала первый случай. d равно 1 третьей. Подставим наше d в равенописанное выражение, выражение со звездочкой. Чтобы получить первый член арифметической прогрессии. Подставив, мы получаем, что a первое будет равняться 2 третьих минус d минус 1 третья. Посчитав, получаем 1 третью. Теперь воспользуемся ранее написанными выражениями для первого, для второго и третьего члена арифметической прогрессии. Тогда a второе будет равняться a первое. Это у нас 1 третья. Плюс d плюс 1 третья. Посчитав, получаем 2 третьих. a третья будет равняться a первое. Это 1 третья. Плюс 2d. 2 умножить на 1 третью. Или 1 третья плюс 2 третьих. Посчитав, получаем единицу. Рассмотрим второй случай. Когда d равно минус 1 третьей. Подставим полученное d в ранее написанное выражение, выражение со звездочкой. И найдем a первое. a первое будет равняться 2 третьих минус d. В нашем случае плюс 1 третья. Посчитав, получаем единицу. Найдем a второе и a третье. Тогда a второе будет равняться a первое. Это единица плюс d. В нашем случае это минус 1 третья. Посчитав, получаем 2 третьих. a третье будет равняться a первое. Это единица. Плюс 2 умноженное на d. В нашем случае минус 2 умноженное на 1 третью. Посчитав, получаем 1 третья. Запишем ответ. В первом случае a первое равняется 1 третьей. А второе равняется 2 третих И А третье равно единице Во втором случае А первое равняется единице А второе равняется 2 третих И А третье равно 1 третий Задача решена. Спасибо за внимание Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх